Всегда была и остается в центре внимания исследователей проблема критерий человека, определение человека. А кто человек? Тут проблема должна быть расщеплена, по крайней мере, на три части. Человек с какой точки зрения? Вот с философской, с антропологической, я имею в виду морфологию человека, и археологической. Почему археология здесь возведена до уровня философии? А потому что единственная наука, которая может говорить о характере культуры и истории человека до появления письменности, это археология. А письменность появилась чуть ли не вчера, в рамках общей перспективы исторической. Поэтому вот три подхода к определению. Философский будет, наверное, один, не наверное, а он и есть один. Он будет только направление намечать, как нам исследовать эту проблему. Антропологически кажется, что а что тут думать? Антропологи скажут, должно быть, я не знаю, прямохождение, развитый мозг, определенный объем мозга, развитая кисть и так далее. Все это кажется убедительным, пока не станешь в это углубляться. Опять-таки археология скажет, извините, а вот в той же Восточной Африке, где произошел человек, сначала одно существо, череп которого был обнаружен, был объявлен человеком, а потом в том же слое было найдено другое существо со сравнимым объемом мозга, вот, и того первого претендента на роль человека объявили жертвой этого второго более совершенного, обладателя более совершенного черепа. Вот, Зинджандроп и Презинджандроп, которые, да, эти названия, с этого начиналась археология Олдавана в Северо-Восточной Африке. Так вот, оказывается, что не совсем прямохождение. Ну, прямохождение австалопитеки, которые никогда никакими антропологами не относились к роду человека, а они в семейство уходят, гоминид, вот, они прям бы вполне ходили, так сказать, обладали этим прямохождением или бипидализмом, как называют, то есть двуногостью, вот, не будучи человеком. Вот, значит, опять не работает это самое, вот, объем мозга, я уже сказал, на примере Зинджандропа, Презинджандропа, вот, он не является лекалом таким, вот, приложил и определил, вот. Ну, и так все другие признаки. Археологические критерии, вот, оказывается, интересен, вот, человек – это существо, способное что-то производить, создавать культуру в любой форме, там, называйте ее передовой или же примитивной, но он изменяет мир, вот, изменяет мир не тем, что ломает, крушит, там, поджигает, вот, даже если и поджигает, это тоже культура, вот, определенная, вот, он изготавливает орудие труда. Опять могут сказать, а как же, вот, обезьяны, они же используют камни, вот, они даже способны сочетать один камень с другим, то есть большой, как основа, а маленьким разбивать орехи, вот, или птицы, там, значит, поднимаются, высоко взлетают и опускают камень, чтобы разбить то, что им нужно там добыть, вот, но здесь вот у археологов всегда будет ответ. Там использование природой созданного, а у человека качественно другое, он изготавливает одним орудием, используя одно, изготавливает другое, вот, а за этим уже цепочка характеристик, там, которая нам даст объемное представление о качественном отличии от этого существа, от представителей животного царства, от всех других, вот, именно способность к целенаправленному, осознанному, сознательному, вернее, правильнее сказать, сознательной, целенаправленной деятельности, которую мы будем называть не орудийной, так сказать, не манипулированием природных предметов, а трудом, вот, таким образом, а это не всегда можно по тому, что мы находим на стоянках, понять, вот, что есть то, что мы изучаем, и исследователи изучали, например, вот, так называемое, вот, производство, так называемое шимпанзе, что после них остается? После них остаются вот эти осколки от чипа, которые можно классифицировать и дать им характеристику, а на стоянке у человека там будет совершенно другой набор, предполагающий, там, осознанную деятельность, вот, и несопоставимую технологически по своей сложности в сравнительном плане, вот. Таким образом, мы не раскапываем, что их, как бы, жизнь живую, этнографическую их реальность, мы раскапываем то, что остается от их деятельности, вот, по этим признакам мы определим. Затем обезьяны, как выясняется, даже самые развитые, вот, продвинутые в этом смысле, они никогда, они не транспортируют орудия. Вот, они вот здесь нашли, здесь же использовали, это такое эпизодическое использование. Все изменила ситуация, все забыто. Вот, у обезьян нет избирательности, такой, какая есть у самых древних людей. Избирательность, например, избирательность к сырью исходному. Для обезьяна достаточно, что то, чем он пользуется, крепче, чем то, что он разбивает. Вот, а там неважно, песчаник, это известняк, кремень и так далее. А для человека же, даже для самых первых, во всяком случае, тех, о которых мы говорим, там двухмиллионной древности у нас, по фактам установлено, что для изготовления орудий они выбирают сырье, например, лучше всего кремень, вот, если есть, они его ищут, они его добывают, если они нашли источник, они будут поблизости него, может быть, и жить, а если отдалились, они помнят, где это находится и ходят туда, чтобы его перенести на место их жизни, обитания. Но мало этого, кремень нашли, например, он хороший, он хорошо раскалывается, дает режущие края. А оказывается, чтобы обрабатывать этот кремень, нужна другая порода, которая, из которой орудия не особенно изготовишь, но она, вот эта порода пригодна исключительно для того, чтобы раскалывать вот ту породу, из которой делают орудия. И они находят эти местонахождения тоже, и тоже их транспортируют на место своего такого обычного, обычной жизни. Вот, это сложные вещи, это уже просто деятельность вполне человеческая, осознанная, и даже, может быть, современному человеку не всякому там сходу он к ней и готов, даже к такого рода деятельности, потому что надо знать физические свойства предметов даже, не то, что там дают острый край, это просто казалось бы, а то, что там кварциты, кварцитовая галечка наилучшим образом подходит для получения с кремневой основы определенной длины заготовок этих ножей и так далее, что именно кварцитовая. А где-то для изготовления, там, получения другой заготовки, вот древние люди тогда знали и это использовали, оказывается, кость лучше подходит, вот, даже на самых первых этапах, просто трубчатая кость, вот, которой отбивается именно желательной длины, желательной толщины, вот. Это ведь не то, о чем мы говорим, животнообразное манипулирование предметами природы, которые у обезьян. Ну, это можно расширять и так далее, но сколько мы не продолжали, суть изменяться не будет, есть качественные отличия. И получается, что такая узкая дисциплина, как археология, вот, в определении человека, грани, это, скорее, проблема грани между животными человеком, вот, оказывается, способная дать, ну, такой определенный совершенно ответ, который не способен дать другие дисциплины. Таким образом, та самая трудовая теория антропогенеза, перестав быть очень плоской, заземленной, вот, на новом этапе, с новыми источниками, она наполняется каким-то таким содержанием и доказательностью, и конкретикой наполняется, вот, четко, становится более четкой, вот, но в целом труд создал человек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...